Около 700 человек в Хабаровском крае по-прежнему остаются в списке обманутых дольщиков. С октября прошлого года все долгострои взяты под контроль правительства края. К настоящему времени несколько домов достроены. Как заявил на очередном заседании рабочей группы Сергей Фургал, следующим этапом могут стать открытые конкурсы для застройщиков. Репортаж Александры Тепляковой. В этот раз на заседание пришли и дольщики с улицы Алексеевской. С дачи дома они ждут пятый год. Сроки несколько раз двигались. Платим ипотеку, да, вынуждены снимать жилье с маленькими детьми. Наши дети чем отличаются? Чем они хуже? Вот для меня ничем не отличаете. Поэтому... Мы также 100% оплачивали. После последней встречи с губернатором застройщик сдал одно из двух зданий жилого комплекса на Алексейской. Со вторым домом справиться оказалось сложнее. На завершение работ заявили представители муниципальной компании. Не хватает 120 миллионов рублей. У меня возникает обоснованное подозрение, что, может быть, там квартиры не проданы. Может быть, они были переданы кому-то бесплатно в огромных количествах. Я не знаю. Может быть, там есть элемент коррупции. Но я думаю, что правительные органы разберутся. Губернатор поручил провести проверку и выяснить, на что были потрачены деньги дольщиков. Финансовые проблемы возникли у компании «Диалог», который не может завершить строительство домов по улицам Кавказской и Салтыково-Щедрина в Хабаровске. Ранее руководитель обещал, что сдаст объект в июне этого года. Однако, по данным Минстроя, сейчас на стройке задействовано не больше семи человек. Такими темпами закончить срок вряд ли получится. Еще один застройщик из списка недобросовестных – компания «Город». Ее руководители являются также соучредителем еще одного аутсайдера – компаний «Свой дом». Квартиры в северном микрорайоне люди не могут получить больше года. Каждый раз новые причины. Сейчас, например, проблемы с водоснабжением. Мы еще ждем выполнения второй категории. Нам обещали, наконец, марта. Потому мы сейчас быстро их монтируем, узаканиваем. В конце марта получаем вторую категорию. Какой срок устанавливали? Мы начало апреля подаем на вод. То есть нам еще месяц нужен. Губернатор обозначил дату – 31 марта. На заседании было заявлено, что выходом из подобных ситуаций может стать открытый конкурс на достройку. Первый опыт будет в селе Тополево, где на месте обещанного дома есть только котлован. Если найдется компания, готова взяться за объект на взаимовыгодных условиях, ей передадут проблемную стройку. Александра Теплякова, Семен Сахно, Телеканал Губерния.